Здравствуйте! Осенью социологи отмечают свой профессиональный праздник. В Архангельской области первыми серьезно занялись этой наукой в Северодвинске. О становлении проблемах развития социологии в регионе мы беседуем в прямом эфире с Ольгой Русовой, социологом, руководителем общественной организации Центр социальных измерений «Фокус» город Северодвинск. Здравствуйте, Оля! Здравствуйте, Тамара! Ну, насколько же востребована у нас в области эта дисциплина социология? Как учебная дисциплина, это обязательная дисциплина для всех специальностей. Как научная дисциплина и прикладная социология, конечно, очень востребована. Об этом хотя бы свидетельствует то, что у нас существует несколько серьезных центров социологических, не в качестве рекламы. У нас в Архангельской области. Да, и, собственно, в Архангельске. Это центр «Форис», где, кстати, в качестве аналитиков работают выпускники нашей кафедры, потому что я еще представляю кафедру, я заведующая кафедрой социологии и философии Севмаштуза, САФУ. Выпускники нашей кафедры социологии работают в различных социологических центрах. В «Форисе», о котором я сказала, в «Фокусе» у нас, в «Медиане», в «Некоме» и других организациях. Вот такие организации, они работают по заказам? Конечно, это и собственные исследования, и работают для заказчика. Тогда что ждут политики от социологии? Я думаю, что от социологии все, и политики, и бизнес, и общество ждут точности, точных данных и справедливых прогнозов. Вы можете это обеспечить? Социологи вообще, если говорить так? Социология очень точная, абсолютно точная математическая наука. И даже студентам-социологам очень много читается специальных математических дисциплин. Поэтому, когда мы говорим, что в социологии прогрешность наших исследований где-то в размере 4,5-5%, на самом деле эта цифра даже несколько завышена. Когда мы работаем по отработанному инструментарию и ведем мониторинг на протяжении многих лет, то мы получаем данные, которые погрешность имеет даже несколько меньше. Ну, давайте мы поближе к нашему региону. Вот в определенные моменты были у нас выборы недавно, какие-то политические решения, которые публикуются. Всегда востребованы социологические данные. Вы занимаетесь вот этим исследователем. Вы уже сказали, что они должны быть объективны. Но вот насколько они там вот ангажированы, могут быть, или вы этого не допускаете? Я понимаю, о чем вы говорите. Безусловно, социология очень часто упрекает в том, что ее данные могут быть ангажированы. Такая проблема действительно существует. И прежде всего в политических исследованиях. Но дело в том, что в социологии есть очень важный момент, который самим заказчикам им нужны очень точные данные, чтобы они могли строить свою тактику и свою стратегию. А публикуют они или нет? А как публикуются эти данные, это уже другой вопрос. И здесь может быть вопрос даже больше к вам, к СМИ, чем, собственно, к социологам. Ну а кроме того, конечно, мы понимаем, что это сейчас были выборы 8 сентября. И если у нас в регионе все данные, собственно, прогнозы социологов совпали, то вот, допустим, социология в Москве получила такой, ну, серьезный нокаут, да, можно сказать. То есть данные о выборах мэра в Москве, неданные ЦИОМа, ФОМа, Левада, Центра, они все не... Мы не получили того, что обещали социологи, да. И здесь вопрос об объективности социологии, вопрос о технологиях выборных и вопрос об интерпретации и демонстрации данных. Поэтому, ну, это другая история. Ну, вы как часто занимаетесь вот исследованиями именно социального самочувствия населения у нас в регионе? Вот на самом деле наш Центр социальных измерений «Фокус» был создан при кафедре социологии Севмаштуза для того, чтобы наши студенты могли заниматься социальными, социологическими исследованиями. Потому что социология, и я думаю, вот и вы это видите, и наши слушатели, зрители это видят, что к социологии чаще всего обращаются вот именно во время выборов, да, то есть в таких политических аспектах. Поэтому прежде всего вопрос о политике. Конечно, да, и поэтому всегда социология и политика. Но на самом деле вот сущная социология совсем не в этом. Социология должна изучать, заниматься социальной проблематикой. И наш Центр был создан именно с этой целью, чтобы наши студенты могли... Чтобы у них появился такой вкус социальных исследований. Вот, потому что к политическим... Вообще-то наука об обществе ведь, да? Конечно, конечно. Есть такая наука измерять общественное мнение. Это как раз про нас. Поэтому мы постоянно, наш Центр и наша кафедра, начиная с 2004 года, составляет, занимается таким огромным проектом. Он называется «Социальная карта Архангельской области». И вот в этой социальной карте Архангельской области мы делаем разные замеры. В области здравоохранения, образования, социального самочувствия, различных целевых узких социальных групп, там, исследования по трудоустройству инвалидов. Или такая большая социальная проблема, как, допустим, там, реализация выполнения законов, там, по ограничению, например, курения табака. Вот я специально для вас принесла два наших последних исследования. Вот как раз отчет по результатам исследования по проблемам соблюдения развития... 2011 год, да. Это как раз вот наше исследование было сделано перед принятием закона, так называемого, 15-го ФЗ о ограничении курения табака на территории Российской Федерации. Вот такое было исследование, в том числе в Архангельской области и в ряде еще других городов. Есть какие-то данные, так, в двух словах, если это можно? В двух словах, но о том, что сколько курят, да, например, в Архангельской области. И цифры тут сейчас будем листать, но очень быстро попробуем это сделать. Порядка... То есть, вообще, ну, вот вы пока ищете, закон был необходим, да? Совершенно точно. Ну, порядка 35% Архангельской области сегодня курят. А по сравнению с другими? По сравнению с другими, это несколько меньше, чем в Калининграде, но больше, чем, например, в Пскове. Вот такое исследование. Это 2011 год. Вот совершенно свежее исследование. Общественный доклад о соблюдении прав людей с психическими нарушениями и ментальной инвалидностью в Архангельской области. Вот, на мой взгляд, такое очень серьезное исследование. Здесь изучался и закон, и именно такое выполнение законодательства в этой сфере связано с реализацией Конвенции о правах инвалидов ООН в Архангельской области. И вот я могу сказать, что одним из результатов подготовки этого общественного доклада, в рамках которого было серьезное исследование, например, стала такая подвижка серьезная в решении проблемы образования, например, для детей, которые воспитываются в Новодвинском интернате, для детей с ограниченными ментальными... Это несколько иное. Дело в том, что оказалось, что дети, которые находятся на Новодвинском технологическом интернате, или там немножко сложнее как-то называется, это не важно, не суть, что для них закон об образовании фактически был в чем-то нарушен. И вот сегодня усилиями, собственно, коллектива, интерната, Министерства образования, правительства области этот вопрос решается. Вот как результат этого общественного доклада. Да, еще я знаю, что в 2012 году у вас были исследования как раз о самочувствии населения. О социальном самочувствии, да. Что, по мнению социологов, представляет собой среднестатистический гражданин Архангельской области? Да, вот здесь очень интересный вопрос. Смотрите, когда обычно представляют социологи, говорят, 30% населения думают так, а 40% так. Да, и мы думаем, 30% это вообще хорошо или много? Да, где я? Это много или мало? Это хорошо или плохо? Как с этим вообще обращаться? Как это использовать? Вот на самом деле, когда мы видим проценты, это вот для всех наших телезрителей можно такую рекомендацию дать, правило. Как только мы видим просто проценты, это очень легкий такой маневр манипулирования общественным мнением, когда социология представляется в процентах. Потому что вот для непрофессионала вот эти 30% это непонятно что. Да, поэтому когда вот мы занимаемся такой глубокой, серьезной социологией, то сразу появляются индикаторы, коэффициенты, индексы и прочее. И вот составляя социальную карту Архангельской области, о которой я говорила, мы вот на протяжении, вот может быть, ну то есть серьезно мы этим занимаемся. И чтобы так выстроить мониторинг, у нас мы ввели 10 индексов, которые дают нам характеристику социального самочувствия жителей Архангельской области. Это индекс социальной напряженности, индекс социального самочувствия, индекс отношения к территории, индекс миграционных настроений и так далее. И вот когда мы эти индексы получаем, вот мы можем говорить о портрете. Да, вот, ну можно сказать, что вот индекс социальной напряженности, такой показатель, насколько общество готово к каким-то протестным выступлениям, или оно готово как-то самостоятельно решать свои проблемы. Вот сегодня этот индекс несколько улучшился, надо сказать, в Архангельской области по сравнению вот с 2012 годом, о котором мы говорили, да, и вот спустя год индекс несколько улучшился. Тогда у нас был там немного меньше конструктного нуля, сегодня он на уровне конструктного нуля. Ну, это такие тонкости, просто поверьте на слово, да, то есть индекс несколько улучшился, это хорошо. Но при этом повысился индекс миграционных настроений. То есть если, допустим, в 2012 году у нас хотели покинуть область, ну, там тоже специальный расчет математический, используя квалиметрию и так далее, но подытоживая, индекс миграционных настроений был 0,47, а вообще индекс считается от минус единицы до плюс единицы, да, то есть вот 0,47, это люди готовые уехать в том числе, это высокий, сегодня 0,55, то есть он еще повысился. То есть стабильности прибавилось, однако же желание уехать тоже. Да, тоже появилось. Вот, при этом индекс, общий интегральный индекс социального самочувствия жителей Архангельской области, он тоже несколько снизился, то есть вот он был на уровне 43, это выше среднего, сегодня он 41, это чуть ниже среднего. Так, еще какие-то интересные данные? Еще данные, но вообще тут очень, а, интересный момент такой, вообще социология это исключительно сравнительная наука, вот это тоже всегда нужно помнить. Вот если я буду рассказывать просто, ну вот, Архангельская область, ну извините, Приморский район и там Мизенский или Верхнетоймский район, ну совершенно разные картины, да, город Архангельск там или Онега. Новодвинск, ну хотя, например, можно сравнивать Новодвинск и Коряжему, да, и там и там телезамобажные комбинаты, и совершенно мы получаем разные картинки, да, то есть индекс социального самочувствия в Новодвинске, где очень много социальных проблем, и индекс социальной напряженности очень высокий, но при этом индекс социального самочувствия ровный. А в Коряжеме индекс социальной напряженности низкий, но при этом и низкий индекс социального самочувствия. Ну давайте Северодвинск и Архангельск сравним. Принципиально разные города, разные динамики. Ну вот мне, чтобы сейчас прям так сходу сказать эти данные. Ну в общих чертах, конечно. В общих чертах миграционное настроение в Северодвинске много выше, чем миграционное настроение в Архангельске. Вот, и если потом смотреть внутри когорт, то есть какой возраст планируют уезжать? Вот из Архангельска планируют уезжать люди, которые двигаются к пенсии, да, то есть уже люди в возрасте, которые выпадают из трудовых отношений. То есть Северодвинска, это вот такую миграционную активную часть, составляет как раз наиболее экономически занятое население в возрасте 25-35 лет. Вот такая зарисовка. Из этого исследования можно сделать какой-то вывод, самые такие болевые точки у нас Архангельской области, по мнению социологов? Болевые точки? Вот вы сказали уже миграция, да. Ну на самом деле миграция это не самая болевая точка. У нас есть такой индекс актуальности городских проблем. И как вы догадываетесь, этот индекс на уровне 0,92 актуальности, это состояние городских дорог и благоустройства города. Но надо сказать, что этот индекс и благоустройства города, и городских дорог, этот индекс актуальности, да, он несколько снизился. То есть, в принципе, население очень адекватно реагирует на даже какие-то незначительные улучшения. Нет, почему, видимо, есть какие-то улучшения. Может быть, какие-то внутридоборовые территории нет, но, может быть, общие проспекты изменились. Вам, как Архангела Городки, это больше видно? Хорошо, так. Это сейчас пока не самые актуальные дороги. Нет, остаются самыми актуальными, но степень актуальности несколько снизилась. Ну вот здесь мы можем открыть эти, в каком же из отчетов это быстрее сделать. Вот, например, иерархия городских проблем в Архангельске. На первом месте состояние дорог, на втором месте рост тарифов на коммунальные услуги, на третьем месте, как ни странно, вместе с четвертым рост цен на продукты и товары и рост алкоголизма и наркомании. То есть вот такая совершенно социальная, от инфраструктурных проблем к совершенно социальным проблемам. Ну, если мы сравним, вот я вижу, у вас Псков, да, рядом, допустим? Да, вот, например, в Пскове по степени актуальности на втором месте качество медицинского обслуживания. А у нас эта проблема, сейчас посмотрю, где, ну там значительно ниже ее актуальность. То есть у нас-то этот вопрос решен лучше, чем в Пскове. Да, да, видимо, сказывается, ну вот с вами медицинская база, свой институт. Так, хорошо, кто пользуется вашими исследованиями и действительно ли делают выводы из этого? Тамара, спасибо за вопрос. Кто пользуется? Вот на самом деле изначально мы начали делать социальную карту Архангельской области, начиная с Северодвинска. Это было сделано, в общем-то, по просьбе мэра Северодвинска в то время Александра Николаевича Беляева. Он очень был чувствителен к социологии, очень хорошо в ней разбирался. И вот с его легкой руки мы начали такое большое исследование. Сегодня эту карту мы представляем на разных научных форумах, да, социологических и других, там, на уровне каких-то решений региональных проблем, городских. Но также мы представляем свои результаты общественности, власти. И очень надеемся, что вот этот проект будет востребован и правительством. То есть, ну вот, как я уже сказала, да, допустим, результатом вот этого общественного доклада стали определенные подвижки, то есть действия. И поэтому... Вот к этим данным тоже хотелось бы, чтобы прислушались те, кто отвечает за эти и дороги, да, и другие проблемы, которые волнуют жителей. На самом деле, больше всего к этому прислушиваются политики во время предвыборной кампании, да, чтобы составить вот свою предвыборную, ну что ли, агитацию, чтобы услышать... Ну вот мы вернулись с того, чего начали. Да, да, конечно. Чтобы электорат, да, чтобы говорить на одном языке проблем с электоратом. Вот вы только полистал, да, что волнуетесь. Я смотрел, сориентировался, да, да. Но хотелось бы, чтобы это было все-таки, социология использовалась не в таких вот, да, ну, можно сказать, авральных моментах, как предвыборной кампании, а чтобы она использовалась постоянно в нашей рабочей жизни. Но нужно сказать к вопросу об актуальной социологии, распространении социологии, что вот совсем недавно, буквально в марте 2013 года, например, было создано в Архангельской области, это государственное автономное учреждение, центр изучения общественного мнения. Учредителем является губернатор области, правительство области, то есть область, мы еще пока не сотрудничали с этим центром, но в планах есть. Но тем не менее, там как раз вот эти данные, они должны быть востребованы, и использоваться в работе в дальнейшем. Да, да, да. То есть мы вот так уже поговорили, как развивается у нас социология, в общем-то есть, наверное, подвижки, да, вы видите, заинтересованность. Конечно, но смотрите, вот наша кафедра готовила социологов с 1994 по 2012 год. Есть ли у нас грамотная специальность? Конечно, целая когорта грамотных профессионалов, не все из них работают в социологии буквально, многие работают в журналистике, многие работают в кадровых агентствах, в экономических службах, в маркетинге, но и социологи, которые занимаются непосредственно социологией, тоже есть. Сегодня САФУ в Институте социально-гуманитарных политических исследований также готовят, есть специальная социология, социология управления и магистратура по политической социологии. То есть у нас в САФУ можно выучиться на социолога, да? Получить, да, 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 эту специальность, да. День социолога празднуется с 1994 года, вот именно 14 ноября еще впереди ваш праздник. Куда направлены сегодня социологические исследования? Есть ли какие-то новшества, кардинальные какие-то взгляды? Вы знаете, вот академичность социологии как раз заключается в том, что ей, может быть, не нужны такие серьезные новшества. Как говорил основатель американского, американской школы общественного мнения Джордж Гэллоп, он говорил, чтобы почувствовать вкус супа, не нужно съесть кастрюлю, да, нужно хорошенечко перемешать кастрюлю с супом, попробовать чайную ложку, и мы можем иметь представление собственной качества продукта. Вот так вот строится общественное мнение, для того, чтобы изучить, вот когда ФОМ, ФЦИОМ, Левада-Центр делают федеральные замеры, да, федеральные замеры по всей стране, они делают выборку всего 1600 респондентов по всей стране, и мы получаем данные, которые имеют невысокую погрешность. Представляете, 140 миллионов населения, ну, пускай там 90% взрослого, 90 миллионов взрослого населения, и всего 1600 по всей стране респондентов, и получаем интересные точные данные. Поэтому, когда вот мы, например, делаем исследование в городе Архангельске, то нужно получить правильно всего лишь 375 респондентов, понимаете? То есть это не такое большое число, как, собственно, для Северодвинской, Новодвинской, дальше в городах у нас одинаково. То есть вот такая закономерность. Всего 375 респондентов. То есть разная возрастная? Конечно, по квотам, полвозраст, тренирование, но всего 375, мы даем точность наших прогнозов с погрешностью меньше 4%. Но это телефонный опрос, вот какую методику используется? А методики разные. Самый такой, если нам нужен очень быстрый, быстрая реакция на какие-то события или быстрые средства общественного мнения, это телефонный опрос. То есть когда вам позвонят, вы не пугайтесь и не бросаете трубку, да? Ни в коем случае, конечно, да, да, да. Потому что все не просто так, это все для того, чтобы наша жизнь была лучше, чтобы мы развивались правильно и строили правильные прогнозы. Да, вот на ваш взгляд, как вы считаете, пользуются ли вот этими данными, если вообще говорить в общем о социологических исследованиях, и вот как-то изменяется в связи с результатами, как немножко так движутся наши, и то же самое законодательство говорили про инвалидов. Совершенно точно, это абсолютно точно. Потому что сегодня, вот, например, никуда не денешься без анализа действий власти, но сегодня власть, она обязана, допустим, учитывать, реагировать, да. И у них там в разных сферах есть обязательные условия оценка качества предоставления государственных услуг, здравоохранения, образования и далее по схеме. Это тоже самое социология. Конечно, это социология. Ну а вы, вот как социолог, живущий в Северодвинске, какие вы задачи перед собой ставите? Северодвинск один из уникальнейших городов России, город монопрофильный, и при этом город, в котором есть очень большой потенциал, очень серьезные ресурсы, и вместе с ним очень много проблем. Поэтому вот выяснить, как развиваться городу, да, какие стратегические задачи решать, как, что нужно делать с населением, вот о миграции мы говорили, удерживать или привлекать, понимать, что численность населения будет падать, как в этой связи должна развиваться инфраструктура, какие должны быть социальные проекты. Вот всем этим, собственно, мы внимаемся. То есть, опередить какие-то изменения? Буквально социология города. Это очень интересно, это, в общем-то, моя любимая тема. Этим мы занимаемся. Спасибо большое, Оля. И Блиц в конце программы. Вы сами никогда не хотели уехать обратно из Северодвинска на родину? Вы же не отсюда, не с севера, не северная женщина. Вот это провокационный вопрос. Конечно, такие мысли посещают. Но и, в принципе, вот если я раньше думала, что нужно всех удерживать, да, то сегодня мы понимаем, что вот определенно пластично, не нужно бояться миграции. Вот, ни власти, ни в социальной сфере не нужно бояться, что люди уезжают. Да, не в этом суть. Суть в том, чтобы те, кто остался, чтобы они могли развиваться так, чтобы и компенсировать уехавших, и привлечь новых в этом задачи. Поэтому такие мысли появлялись, но свое будущее связываю с Архангельским регионом, с Архангельским и Северодвинском. Хорошо. Что говорите студентам, будущим социологам, когда первый раз они приходят на вашу лекцию? Будьте преданы своей мечте и профессии. Три главных качества, которым должен обладать социолог. Три главных качества. Но здесь можно сказать так. Социолог должен уметь видеть, слышать, наблюдать, думать, прогнозировать. Но это пять, да? Это формула социологии. А если говорить о качествах, это аналитический склад ума, жесткая критичность. Мужской склад ума, сказала, нет? Такие феминистские вещи, не будем говорить. Почему мужской и женский склад ума? Но социологов очень много женщин, на самом деле. Но это другая тема. Аналитический склад ума, критичность и любовь к людям. Вот знаете, вот третье обязательно. Если социолог не любит людей, это профнепригодность. Как вы сами справляетесь со стрессом? В кругу друзей. Общение в кругу друзей и спорт без фанатизма. Спасибо вам. Удачи во всех начинаниях и мечтах. Спасибо. Это была Ольга Русова, социолог, руководитель Северодвинской общественной организации Центр социальных измерений «Фокус». Изучать и анализировать общество – это побольше, чем читать ему мораль, высказался еще в XIX веке великий художник Ван Гог. Прислушаемся. Вот такие дела. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok